Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня мы увидим бой на Суперконе. Это один из тех танков, который вы можете прокачать, и при этом вы будете его использовать абсолютно везде. В ранговых боях, во всяких режимах, в клановых боях, в рандоме. То есть этот танк везде нужен, особенно учитывая то, что сейчас Чифтейна убрали, так он вообще сейчас, так скажем, в приоритете. Так что рекомендую его к прокачке. А также, друзья, рекомендую вам просто потрясающий набор Королева Мэйв. Кажется, что нас где-то нахлобучили, потому что новый набор после Королева Мэйв должен был выйти 5 января, но уже как-то наверняка знаете 22 января, если вы, конечно, не в танке. И, соответственно, когда же выйдет новый набор, у всех возникает такой вопрос. По предварительной информации, он должен выйти вместе с патчем 1.11.1. То есть, скорее всего, где-то в конце января, в начале февраля. Вот где-то так. Но, в любом случае, это хорошая новость для тех, кто еще не успел получить супернабор с премиум танками. Суму АСМ, Супер Першинг, С-2. Если интересно, то переходите по ссылке в первом закрепленном комментарии и приобретайте себе на аккаунт эту халяву. Также, друзья, сейчас вот наступили у нас акции пятницы и также выходных дней, а именно вы получите x4 опыта на скидку 20% на снаряжение, вернее, извиняюсь, на премиум аккаунт 1 или 3 дня, скидка 50% на снаряжение, скидка 50% на оборудование. Ну, в общем, стоит закупиться, особенно в преддверии ранговых боев, которые, ну, где-то в течение, опять-таки, месяца, может быть, двух появятся. Ну, и вообще, я постоянно пополняюсь, если нехватка идет, то есть у меня всегда запас оборудования. Ну, оборудования меньше, а вот снаряжение всегда закупаюсь под завязку. Также тут у нас разнообразная ЛБЗ, можно получить больше опыта для экипажа, можно получить x4 опыта за первую победу. В общем, хватает плюшек, это еще при том, что еще до сих пор действуют вот эти вот акции новогодние, то есть они, если вы прокачивали все вот этот вот ангар и так далее, то тогда вы, собственно, до сих пор можете получать хороший фарм. А если вы еще и вступите в мой клан, то вы еще и будете получать резервы дополнительные, то есть я там подрубаю, ну, не только я, резервы, короче, на серебро, на опыт и так далее. То есть, в принципе, получается очень хороший, так скажем, буст. Но, правда, мы на глобальной карте не играем, если что. Но, в любом случае, сейчас сыграть в рандоме пока что очень выгодно, учитывая все эти акции. Ну и, конечно, многие ждут ранговых боев. Когда же они появятся? На самом деле, пока что, на данный момент, я считаю, что будет последовательность событий такая. То есть, у нас закончатся события на глобальной карте 25 января. Потом у нас начнется вместе с патчем 1.11.1, где выйдут новые итальянские танки. Выйдет битва блогеров. Она продлится где-то примерно дней 10. Ну, так на скидку, точно не помню, сколько она длится. Но, скорее всего, до 10 февраля. Потом, сразу же, практически после битвы блогеров, у нас будет марафон на танк «Шермельн» 8 уровня, премиумный, британский. Потом пройдет некоторое время, примерно числа 20 февраля. Опять-таки, это примерные сроки, может быть, не совпадать они. Это по текущей информации. Потом у нас будет 20 февраля «Черный рынок». Соответственно, можно приобрести разнообразные танки, включая премиумные, за серебро и так далее, за чертежи. Там много танков будет. Но об этом подробнее я уже много раз говорил. И вот после «Черного рынка», то есть, в марте где-то, да, где-то примерно в марте, у нас и будет последний сезон ранговых боев. То есть, у нас все три сезона, то есть, шанс взять танк «Концепт-1Б». Но также уже готов танк в подарок, вернее, в награду за ранговые бои уже следующий. То есть, после этих, там, конечно, еще один сезон стартует. И, предварительно, это, скорее всего, будет танк «Концепт-1Б» 9 уровня. С довольно любопытными характеристиками. Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы поиграть на замечательном сайте World Hub. Тут имеются разнообразные бонусы. Например, барабан бонусов. То есть, можно совершенно бесплатно крутануть. И получить что-либо на ходаву. А, то есть, еще раз можно крутануть, понял. Окей, давайте попробуем. Ну вот, что я получил. Если что, если выигрываешь 500, там, по-моему, или 10 рублей, это потом зачисление идет. Прямо через день, я так понимаю. Ладно, давайте поиграем. Повыигрываем что-нибудь ценное на данном сайте. Начнем с кейса «Лысый» с черного рынка. Итак, 3 дня према. Конечно, мы это с удовольствием забираем. И 14 дней према. 250 золота. Хорошие призы. Внизу можно посмотреть, что выпадает из этого контейнера. То есть, максимальное, что может выпасть, это ЗОВА. Год према. Эстерфеха. 10 тысяч золота. Ну, в принципе, все как бы логично. Тут нету таких заоблачных, там, цифр 100 тысяч золота, там, миллион тысяч золота. Сами понимаете, что фиг такой еще выпадет. Тут вполне рядные призы. Я сам выигрываю. Да и не только я один. Вот онлайн на данном сайте 833 человека. То есть, тут постоянно люди играют, выигрывают. Кто-то проигрывает, конечно. Не без этого. Все выигрывать, конечно, не могут. Но этого и так понятно. Но пока что мне везет. Хотя некоторые люди, там, с таким 50 рублей им падает, там, 50 голды. И с первого кейса они бегут писать комментарий, что все ужасно. Вот я проиграл. Где мои миллион золота? Где, там, премтанки? Ребят, это не так работает. Это, собственно, лотерея, так скажем. Тут может повезти, может не повезти. Вот я обычно за 1500 рублей, которые я сюда кладу, я остаюсь в плюсе. Так вот, премиум танк. Вот он уже стоит 1800 рублей. То есть он уже крючение данной рулетки себя оправдывает. Конечно, кто-то спрашивает, куда я сливаю все золото, которое я выигрываю. Ну, в основном, я разыгрываю опять-таки среди моих подписчиков. Большую часть, наверное, 90%. Что-то просто оставляю. Но потом, может быть, там, черный рынок будет опять-таки, можно будет что-то разыграть. Что-то себе оставляю, конечно, там. Немного совсем. Ну и, в принципе, все, друзья. И также, друзья, хотел бы отметить, что вы можете по-прежнему получить танк-забонок на глобальной карте. Да, для этого вы должны были все это время играть. И вы наверняка так все понимаете, что до конца события, по-моему, 25 января окончание будет, вам нужно попытаться нафармить максимальное количество очков славы и сыграть максимальное количество боев, чтобы уж точно наверняка попасть в топ лучших игроков. Но это, наверное, больше для тех, кто очень хорошо играл, у кого получалось действительно на глобальной карте играть, и для тех, у кого очень хороший клан. То есть для средних кланов это не сильно касается, потому что, как мне кажется, слабым кланам вообще на глобальной карте делать нечего. То есть их там просто бьют. И они тратят впустую время. Но это мое мнение. То есть каждый делает, конечно, то, что ему хочется. Но, тем не менее, можно получить такие крутые танки и всего за 4000 бон, как Кару Декомбатименту 45 тонн, Объект 907, ВК-7201К, Т-95Е6, М60, 121Б. Танки действительно хорошие, абсолютно все, особенно ВК-7201К, ИДАБ-907 по-прежнему тащит. Насчет этой альянса не уверен, но наверняка и он тоже неплох. Плюс можно нафармить все прям танков там, ИС-2М, Скорпион, ИС-56, не восьмого уровня, а седьмого. ИС-5, ИЧ-ФТНТ-95, от восьмого уровня, прям там. То есть такие вот танки вы сможете получить, в случае, если вы играли на глобальной карте, посмотрите там, сколько у вас копилось всякого вот мусора, в плане вот там всяких обломков, то есть играя на глобальной карте, вы получаете там всякие детали, вполне вероятно, вам остается совсем немного для того, чтобы получить прям танчик восьмого уровня. Также, что стоит отметить, это немаловажный, конечно, фактик такой вот, что если вдруг вы просто сыграете пять боев на глобальной карте, то после данного события, где-то 25 января, для вас открывается аукцион на танков за боны, то есть эти же танки, кроме восьмерок и семерок, то есть только десятки, их можно купить за боны, то есть там будет аукцион, кто выиграет, тот и получит танк, но цены там будут очень кусачи, и сразу предупреждаю, наверное, тысяч тридцать, может быть, больше, а скорее всего больше, придется отвалить. Ну, такие вот дела, друзья, всех, в общем-то, с праздниками, ну, и желаю всех, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok